На улице Комиссарова в районе церкви Грейс столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, причина ДТП – плохое состояние проезжей части. Авария произошла днем. По словам участников ДТП, первый автомобиль с задним правым колесом попал в излом в асфальтовом покрытии и его выбросило на встречную полосу. В этот момент по встречной ехала Тойота Камри. Водители автомобилей удара не ожидали и вернуться не смогли. Обе машины получили сильные повреждения. В результате ДТП пострадала женщина. Для нее сразу же вызвали скорую помощь. Ко времени приезда нашей съемочной группы большинство участников дорожного происшествия уже начали расходиться. После один из автомобилей удалось вытянуть буксиром, а вот для второго пришлось вызывать эвакуатор. На этом участке дороги подобное происходило и раньше. Нам стали известны несколько похожих случаев. Одна из жителей Скараганды рассказала об одном из них. По аналогии вот этой случившейся аварии, точно такая же авария произошла и со мной. Нету равномерного перехода на обочину, а асфальт резко обрывается. Помимо этого он еще и изломан весь. Из-за вот этих дорог, вот изломанных, резко обрывающихся, мою машину выбросило. И из-за этого произошло столкновение со стричной машиной. В результате чего пострадали обе машины, нанесен очень большой материальный ущерб. Ну, в моем случае мы обошлись без жертв. Оставлять все как есть женщина не намерена. Похожих случаев набралось немало. Она и другие, попавшие в аварию на этом участке дороги, собираются обратиться в дорожные службы. Для этого уже начали собирать некоторые материалы. Зафиксировали изломы и обрывы асфальтового покрытия, а также состояние дороги, как в обычный день, так и в снежный. В тот день, когда произошла моя авария, очень много очевидцев, людей проезжающих подходили и говорили о подобных случаях. Что очень много случаев. Именно вот на этом участке дороги происходит. Почему мы вынуждены страдать из-за этого, катаясь по таким дорогам? И кто будет за это отвечать? Проследование по недавнему ДТП продолжается. Давать комментарии следственные органы отказались. Кто истинный виновник аварии, им предстоит установить.